Февраль не балует теплом, он лишь его предполагает, Под ноги снега накидает, за щеки потрепать готов. Но к холодам уже привыкли, зима закалку нам дала, Но шубы носим мы пока, хотя они уж надоели. Природа все ж свое берет, день помаленечку растет, И радость закрывает нас, зима закончится сейчас. Там лением душа полна, настало время обновлений, Любить, желать и строить планы, мечты в реальность воплощать, Но полно смело так мечтать, пусть снег растает и просохнет, Мороз уйдет, и вот тогда прощайте, матушка, зима! 23 февраля, день Харлампия и Прохора. Священномученик Харлампий отказался поклоняться языческим богам, За это был мучен, палачи терзали его железными когтями, Содрали всю кожу с головы до ног. Но Харлампий благодарил мучивших, говоря, Что из строга в мое тело, вы обновили дух, Который стремится перейти в новую вечную жизнь. Преподобный Прохор Печорский, чудотворец, Придался такому воздержанию. Он собирал траву лебеду, протирал ее руками, И делал из нее хлеб, которым питался. Приметы. Ясный день на Прохора – грозам. Если на Прохора на следующие 6 дней погода морозная, В марте будет тепло. Мужчины сегодня не должны работать. Дело не пойдет. Не дарите мужчинам сегодня часы и носки. Это к расставанию. Если сегодня начать лечить серьезную болезнь, Можно рассчитывать на выздоровление. Если сегодня съесть рака и подумать об одноименной болезни, Можно самому заболеть. Сегодня старались не есть рыбу и раков. Если сегодня кто-то неожиданно утонул, Заблудился в лесу, получил травму, Говорят, что этот человек наверняка совершил какой-то страшный грех. Согласно приметам, ни леший, ни водяной Не смеют тронуть праведника. Доброго здоровьица, уважаемые посетители канала. Время сейчас предполагает, Вернее, климат и сезон года такой, Что он влажный, прохладный. И сейчас активизируются вирусные заболевания, Грипп, простуды, гангины и прочее, прочее, прочее. А силов мало. И я с вами поделюсь, Что я использую для укрепления своего собственного организма. То есть я использую Биологически активную добавку Природного Свойства. А именно, это гранат. Гранат сохраняет свойства, Особенно, особенно я так скажу, Смотрите, питательные свойства нам дают зернышки. Вот. А что касается кожуры, То кожура как раз защищает вот эти вот зернышки Надежно от разного рода грибков, вирусов, бактерий И прочих, прочей живности, микроживности, Которая бы давным-давно уже съела бы эти зернышки. Как я использую? Вот я купил жене. Она любит Кушать зернышки. Я же был на базаре, И мне понравилось, Что там гранаты с Абхазии Более маленькие такие. И из них давят сок. Прямо в кожуре тут вырезают, знаете, такое небольшое отверстие. Пресс, жжик, и сок пошел. И мне именно нравится этот сок. Кстати, я, вы видите, уже бутылочку взял, Несколько бутылочек уже выпил. Сок мне нравится тем, Что он содержит не только Вкусную вот эту вот мякоть, Такую, несколько терпкую. Несколько она сладко-терпкая. Как раз терпкий вкус. Не любят, опять-таки, Грибки, бактерии, И прочие там вирусы. Очень они это не любят. Вот. И поэтому получается такой сок С повышенной концентрацией Веществ, которые противостоят Вот всем этим микропаразитам. И я его употребляю. И очень доволен. Сок очень сильный. Этот сок. Вот я его взял там. Несколько бутылочек. И пью по 50 граммов За один раз. Не более. Два раза в день. Один раз в день. Так что, если вы хотите сейчас вот Укрепить свой собственный организм. Противостоять вот этим всем Простудным заболеваниям, Которые сейчас в обилии имеются. Используйте сачок. Гранатовый сачок. Еще раз повторю. Гранатовый сок должен не столько с мякоти, А именно вот со всего граната. Тогда получается то, что надо. Пить его перед едой, после еды не надо. Мелкими глотками, хорошо смачивая слюны во рту. Приятный вкус. Сладко-терпкий такой. Очень интересный. Вот кто терен кушал. Спелый терен, естественно. И моченый терен. Вот что-то такое напоминает. Вкус прекрасен. Вот выпили и больше не надо. Все. Слюна побежала. Кстати, он улучшает и пищеварение. И против паразитов. И через 5 минут вы можете приступать к еде. Вот этим я хотел с вами поделиться. Что я делаю. Доброго вам здоровья. Доброго вам здоровья.